Здравствуйте! Каким будет фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в этом году? Каких премьер ждать и нужно ли популяризировать балет? Об этом говорим в нашей студии помощник главного балетмейстера Самарского театра оперы и балета Валерий Коньков. Валерий, здравствуйте! Добрый день! Вы работали в балетной труппе Мариинского театра и потом оказались в Самаре. Скажите, как вы сделали этот выбор? Я думаю, что наверняка другие предложения тоже были. Почему Самара именно этот театр? Ну, на самом деле для меня это тоже было неожиданным, поскольку так получилось, что изначально я поехал в Екатеринбург к Вячеславу Самодурову, а хотел там начинать свой творческий путь после того, как завершил работать артистом балета, решил продолжать работать педагогом, поехал в Екатеринбург, но там не сложилось, и Вячеслав меня порекомендовал Юрию Петровичу Бурлака приехать сюда, в Самару, поскольку Юрий Петрович как раз тоже только вот пришел сюда. Я до этого не был знаком с Юрием Петровичем, приехал сюда в Самару, мы познакомились, и, собственно говоря, я посмотрел уровень труппы, он предложил поработать здесь какое-то время. Я посмотрел, если я не ошибаюсь, спектакль «Байдерка», причем редакция, которая идет в Мариинском театре, делала спектакль Габриэла Комлева. Ну, собственно говоря, после этого первый вопрос, который от Юрия Петровича прозвучал, «Ну что, сразу уезжаешь?» Я говорю, ну почему? Тут вы задумались. Нет, нужно, смотря какие задачи ставятся. Задача была одна, вот сделать профессиональную хорошую труппу. Поскольку я не люблю говорить о том, что было, могу сказать то, что я вот увидел по факту, когда приехал сюда. Конечно, солисты производили достаточно приятное впечатление с кардебалетом, нужно было возиться очень серьезно. С чего мы и начали, это приводить в порядок вообще кардебалетный ансамбль, как-то выстраивать линии, чтобы люди элементарно понимали наши требования, что такое танцевать в линию, слушать музыку. И для многих было откровением, что, оказывается, нужно ходить каждый день на уроки и как-то поддерживать свою физическую форму. Действительно, дисциплина была не на самом высоком уровне. И, собственно, конечно, вот так вот шаг за шагом мы пытались улучшать, улучшать, улучшать уровень профессионализма наших актеров. Собственно, за два года сделано немало. Я о себе не хочу никак судить. Собственно, об этом говорят другие люди, которые уже и пишут, и говорят об этом. Ну, собственно, вот так все и началось. Другое дело то, что, конечно, было приятно принять приглашение Юрия Петровича Бурлака, поскольку человек известен во всем мире. Мне лично было очень интересно с ним начинать работать. Что касается фестиваля классического балета имени Аллы Шелеста, судя по вашим датам, вы уже не первый раз присутствуете при его проведении. Скажите, с чем отличается от любых других? В чем его специфика такая? Ну, специфика, во-первых, в том, что это действительно, если фестиваль посвящен конкретному человеку, именно Алле Яковлевне Шелеста, соответственно, выбирается и тематика такая. То, что она сама танцевала, в этих партиях выходила. Я здесь уже вот сейчас, это будет третий для меня фестиваль. И так совпало, что это юбилейный фестиваль, 25 лет этому фестивалю. Организатор, скажем так, идейный вдохновитель, вообще человек, который следит за этим шаг за шагом, просто вот, ну, как вот родное дитя для нее, это Светлана Петровна Хумарьян, который просто неимоверное количество эмоций туда вот вкладывает, всю свою душу. И, собственно, конечно, за этим нельзя равнодушным оставаться. Поэтому она быстро нашла и общий язык с Юрием Петровичем по концепции развития именно фестиваля. Юрий Петрович стал художественным руководителем этого фестиваля, что немаловажно. И, конечно, зрители увидят много всего интересного, то, что вообще никогда не было в Самаре. Именно в этом году? Именно в этом году, да. То вот заинтриговали. На гала-концертах и 23-го, и 31-го октября вот эти вот гала-программы будут. Ну и, собственно, опять это тоже то, что сюда приезжают как уже опытные артисты, состоявшиеся, такие как мой бывший коллега из Мариинского театра Евгений Иванченко, Оксана Скорик, Денис Родкин из Большого театра. Ну так и совершенно молодые, которые вот сейчас будут танцевать, если я не ошибаюсь, 23-го числа. Это пара из Большого театра. Бывшему руководителю Махар Хасаныч Вазиев отправил сюда совершенно молодых, никому неизвестных танцовщиков. Но, с другой стороны, этот фестиваль и открывает имена. Вот в прошлом году приезжала Элеонора Савенарт из Большого театра. Это было такое, скажем так, наверное, ну, вхождение ее в большие партии, поскольку она здесь исполнила партию некий из Байдерки. И никогда ранее она этого не делала, не танцевала. И вот это случилось здесь. А потом она уже поехала на гастроли с Большим театром и уже посмотрели на нее с другой точки зрения. Вот она уже китрис танцевала в Дон Кихоте. Поэтому вот какое-то еще хорошо, что этот фестиваль открывает новые имена, дает возможность такую. Ваше личное участие в подготовке к этому фестивалю и отношение к премьере спектакля «Бахчих Старайский фонтан» вы имеете? Да, безусловно, имею, поскольку, опять же, сейчас его делает Дарья Павленко, тоже моя бывшая коллега по Мариинскому театру. Я говорила, сказала спектакль, извините, это балет-поэма или драматический спектакль, да? Хореодрама, да, можно назвать и так. Безусловно, то, что это будет яркий, красочный, запоминающийся балет, это, безусловно, так, поскольку декорации, ну, просто те люди, которые придут, это увидят, я думаю, они получат впечатление на много-много лет вперед. Потому что увидеть такой яркий колорит, восточный, первый акт это польский акт, потом вот восточный акт, действительно, это очень, я думаю, это запомнится надолго. К тому же Дарья очень тщательно относится к хореографии, и, собственно говоря, все то, что вот сейчас мы можем видеть, этот спектакль, который идет на сцене Мариинского театра, все вот буквально, дословно, в ногах артистов будет передано и здесь. Я являюсь ее ассистентом в этом спектакле, потому что сам прошел огромный путь, можно сказать, от рядового татарина до двойки юношей, вот, и поэтому, конечно, в этом плане Даре легче. Еще немаловажно то, что совсем недавно у нас произошли изменения внутри коллектива нашего театрального. Значит, во-первых, назначен генеральным директором Сергеем Васильевичем Филиппов. К нам в балет приехал Алексей Викторович Семенов, это тоже мой бывший коллега по Мариинскому театру, который тоже активно включился в процесс, и, собственно говоря, вот мы втроем двигаем этот спектакль, скажем так, грубо говоря, двигаем. Но, тем не менее, конечно, не без трудностей все происходит. Артистам было поначалу сложно донести, опять же, что мы хотим, как мы хотим видеть, но, к счастью, к счастью, складывается все так, как мы задумали. Когда будет премьера? Значит, премьера 18-го числа, это открытие фестиваля. Я не знаю, было ли раньше так, по-моему, нет. Открыть фестиваль именно вот такой вот большой премьеры, огромный спектакль, четырехактный. Значит, Андрей Андреевич Войтенко делает декорации потрясающие. Ну, скажу честно, что в Мариинском театре сейчас немножко похуже делается, поскольку у нас все-таки уже новые декорации, новые потрясающие костюмы, которые делает Татьяна Ногинова, тоже очень известный художник. И, собственно, такая вот питерская команда. Вот, я думаю, что будет очень хороший запоминающийся результат. А вообще, на Ваш взгляд, нужно популяризировать балет, или это все-таки такое искусство, которое не для всех, так скажем? Нет, я думаю, нужно, потому что, ну, нельзя так говорить, для всех, не для всех. Ну, не для элитной, так сказать. Нет, я бы не сказал. Я бы так не сказал. Конечно, нужно. Другое дело, что здесь тоже, в Самаре, мы столкнулись с некоторыми проблемами, в том плане, что здесь есть хореографическое училище, но совсем нету мальчиков в нем, три человека всего, и то один мальчик уже у нас как, он еще доучивается, он на третьем курсе там, но уже работает у нас, поскольку у нас тоже нехватка кадров. Ну, это, наверное, отдельно надо об этом всем говорить, но я надеюсь, что с приходом нового директора Сергея Васильевича Филиппова мы очень многие вопросы, проблемы будем решать. Также, слава богу, появился теперь новый министр культуры, также человек из Санкт-Петербурга. Ну, в общем-то, я думаю, здесь в перспективе может быть все очень неплохо в плане нашего театра. Да, тем более у вас есть с чем сравнивать, вы работали и за рубежом. Расскажите, пожалуйста, с кем вам пришлось работать, вот кто сегодня вспоминается, может быть, даже как учитель, и зарубежных, и наших? Ну, я могу сказать так, то, что касается за рубежа, мы в основном выезжали на гастроли, мы привозили свои спектакли. В тот же Ковенгарден в Лондоне, и в Метрополитене мы были в Нью-Йорке, и в Линкольн-центре в Вашингтоне, и многое еще где. А вот в Мариинский театр приезжали такие уже именитые, скажем, мэтры хореографии. Джон Наймайер, с которым довелось поработать, слава богу. Алексей Ратманский, да, собственно, много. Ролан Петти. Очень много с кем довелось, слава богу, поработать, набраться опыта. И, собственно, вот теперь я понимаю, что вот тогда, может быть, я еще чего-то не понимал, но теперь, когда я уже, скажем так, по другую сторону баррикад, когда уже в руководстве и в репетиторстве, я понимаю, насколько это было важно для меня. И вот теперь я как-то себя в этом плане ощущаю свободнее. А в чем вот эта разница, черта между русским классическим, ну или вообще российским балетом и зарубежным? Ну, во-первых, школа, безусловно, школа, которая у нас, я считаю, одна из самых лучших в мире до сих пор. Как бы тяжело не было, но мы до сих пор эту пальму первенства никому не отдали, слава богу. И Академия русского балета, и Московская Академия хореографии, и Пермское хореографическое училище Новосибирск дает очень достойных выпускников. Вы работаете сегодня с молодыми танцовщиками. Скажите, какие у них амбиции, хоть их не так много, как выяснилось. На что они сегодня претендуют? Молодежь, артисты, балета. Какие у них амбиции? Ну, вы знаете, амбиции одни. Это хочется только как-то набираться тоже им опыта, стремиться к чему-то, чтобы как можно за свою недолгую карьеру всего 20 лет. Ну, может, кому-то повезет чуть больше, если ты в физической форме находишься хорошей. И еще же немало важно отметить то, что у нас очень травмоопасная профессия. К сожалению, это так. Но, собственно, для них самое главное, как можно за эти 20 лет больше охватить репертуар, а больше станцевать. Конечно, я считаю, что 80% это от них зависит, самих, как они хотят, как они видят себя. Наше дело им не мешать, а наоборот помогать, вытаскивать какие-то их внутренние способности, чтобы они могли раскрыться и сами. Но с тем, что мы еще хотим из них вытащить, скажем так, чтобы это было понятно зрителю. — А ваши личные мечты, амбиции осуществились? Вы сказали, вот 20 лет — это такой вот срок. Что про себя можете сказать в этом отношении? — Вы знаете, я ни на что не хочу жаловаться. В принципе, тот путь, который я проделал в Мариинском театре, и перетанцевав практически весь репертуар, и характерный, и современный, и классический, ну, мне кажется, этого достаточно. Балеты Баланчина, балет того же Ролана Петти, Джона Наймайера, балеты Фокина, прекрасный Шахерезада Жарптица, великолепный спектакль. Я надеюсь, что когда-то у нас численность труппы возрастет, и финансовые возможности тоже, чтобы мы эти прекрасные спектакли здесь, на нашей сцене сделали. — Я знаю, что ваша одноклассница — это Диана Вишнева. Что вы можете сказать об этой человеке-артисте? — Диана, Диана, да, Диана действительно, собственно, еще со школы так у нее повелось, что она была перед собой ставила только максимальной цели. Значит, вот даже такой пример элементарный, если она получает там какую-то неудовлетворительную оценку, даже четверку она считала неудовлетворительную, она дожидалась конца учебного дня, чтобы пойти пересдать и домой уже ехать с пятеркой. — Перфекционизм в высшей степени. — Да, и, собственно, вот из этого, видимо, ее характер вот такой и сложился, что Диана была номером один достаточно долгое количество времени, не только в Мариинском театре, но и по всему миру. — А с Ульяной Лопаткиной вам тоже приходилось вместе работать? Тоже какие вот впечатления оставляет этот человек в работе? — Ну, с Ульяной, так как она немножко постарше меня, мы действительно, мы так тесно не общались, но, по крайней мере, на сцене встречались регулярно, скажем так. Ульяна тоже очень требовательный человек, очень профессиональный. То же самое время, вот как кажется, что звезды там с каким-то характером. Ульяна нет, абсолютно спокойная, адекватная и очень грамотная. И всегда могла вот что-то, скажем так, людям менее опытным подсказать, донести. Вот это вот, я считаю, самое главное. — Да, такое свойство, заслуживающее уважение, когда человек делится своим профессионализмом. Потому что не каждый артист начнёт давать какие-то серые секреты. — Свои секреты, конечно, конечно. Но Ульяна понимала, что всё-таки танцевать не вечно. Тем более она как-то вообще в дальнейшем свою судьбу с балетом сейчас не сложила. Она ушла, не помню. Она не пошла ни в педагоги, ни в руководство никуда. Она как-то вот ушла, немножко отстранилась от балета. Хотя, думаю, всё равно в каких-то вот, может быть, мероприятиях участвует. — А вам как легко пришлось, получилось перестроиться с артиста на педагога? Потому что это же тоже огромная разница между этими двумя профессиями. — Вы понимаете, в чём всё дело? Не совсем легко, потому что вот только что я был с этой стороны, сейчас здесь. Надо быть серьёзнее, ответственнее. С другой стороны, я прекрасно понимаю их какие-то настроения и прочее. Но мне нельзя на это поддаваться. Я должен быть уже немножко с другой стороны. — Ну не случайно вы про дисциплину сразу заговорили в самом начале программы? — Потому что это очень важно. — Без дисциплины ничего не будет, и это понятно, просто трупы развалятся. Вот и всё. Здесь надо очень жёстко держать. И, конечно, я понимаю прекрасно, что сейчас в театре не те зарплаты. И действительно очень трудно, и я это прекрасно понимаю, артисты понимают, что сейчас, в принципе, они работают на каком-то вот энтузиазме и просто сделать вот что-то вот просто интересное, что приезжали сюда. Вот сейчас Дарья Павленко здесь приезжал, Юрий Смекалов, Геннадий Александрович Майоров делал Чаполина, Юрий Петрович Бурлака делал Смиральда. Для них это вот какой-то как новый глоток, вот что-то новое, интересное, потому что эти люди ведут их за собой. Для них это интересно. К сожалению, пока финансово это на их жизни никак не отражается. Но вот я очень надеюсь, что с приходом Сергея Васильевича мы эту ситуацию будем коренным образом менять, поскольку и он прекрасно понимает, что нам надо двигаться вперёд, развивать труппу, надо новых перспективных кадров брать. А, естественно, эти зарплаты очень трудно сюда заманить. Ещё раз отмечу то, что хореографическое училище девочек, да, они могут нам дать, с мальчиками совсем проблематично. Это значит, нам нужно ездить по соседним городам, где-то там же Пермь, Уфа, и приглашать. Но на те условия, которые можем сейчас предоставить, очень мало людей, кто на это соглашается, к сожалению. Да. Хотелось бы, чтобы вы развенчали какие-то мифы, которые существуют об артистах балета, те же иголки в пантах, там, ещё что-то. Ой, ну знаете, это действительно мифы. Потому что, ну, в принципе, мы мало знаем о том, как на самом деле строится ваша работа, жизнь даже, что вам можно, что нельзя. Нет, это действительно всё мифы и какие-то, не знаю. Ну, по крайней мере, я с таким не сталкивался никогда. Тем более, я не знаю, может быть, как-то у женского состава балетной труппы что-то может происходить. У мужчин всё достаточно проще. Проще и достойнее, наверное. Ну, как-то, да, там нет каких-то своих интриг, скажем так. Ну, всё как-то объяснимо и понятно. Ну, потому что есть много историй, даже фильмы снимают по этим сценариям. Ну, это для этого и делается, чтобы снять фильм. Там, «Чёрный лебедь», «Белый лебедь» и так далее. Конечно, ну, это для этого и делается, чтобы вам, как зрителям, было интереснее. Понятно. Чем вы сегодня конкретно занимаетесь? Как строится ваш рабочий день? Всем. Всем? Всем. То есть не только готовитесь к к рестивалям? Ну, вот сегодня, например, в 10.30 утра я уже давал урок для труппы. Потом я был на сцене. Мы делали такая последняя у нас была сводная репетиция Бахчисарайского фонтана. Мы не делали сегодня с оркестром её специально. Мы, скажем так, открою нашу кухню, есть такой термин, понятие, дочистили все места, которые нас более всего напрягали. И вот уже вечером с 5.30 у нас опять оркестровая репетиция. Завтра их две оркестровых репетиции. И потом, в 18.00 у нас открытие грандиозного фестиваля и не менее грандиозная премьера. Собственно, уже аншлаги обеспечены, поскольку билеты все раскуплены. Действительно, этого события ждут, я надеюсь, в Самаре. Ну, раз билеты купили, значит, наверное, ждут. А что вы лично могли бы порекомендовать, вот что, на что сходить, на какую постановку балета и так далее? Вот из всей большой программы, которая будет. Ну, вы знаете, здесь всё очень достойно и так подобрано, что это бессмертная классика, скажем так. Это будет и Лебединое озеро, и Боидерка, и Жизель, и Гала программы. Огромные, обширные, интересные, разнообразные. В общем-то, здесь зритель не прогадает, если сходит на что-то одно и как-то будет жалеть о том, что вот, наверное, будут жалеть на то, что не попали ещё на какие-то другие спектакли. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, и когда вне фестиваля что-то идёт, это тоже должно вызывать интерес у зрителя. Вот вы сказали, в основном это всё классика. А в чём тогда проявляется что-то новое, эксперименты какие-то в балете? В чём они находят выход сейчас? Ну, эксперименты, пожалуйста. Вот совсем недавно у нас был проект Юрия Смекалова «Три маски короля», которые действительно с успехом прошли на нашей сцене. Сейчас мы с этим спектаклем поедем на гастроли в Мариинский театр. У нас 21-22-го там два спектакля. Новая сцена Мариинского театра, так называемая «Мариинка-2». Вы вернётесь к себе. Вот интересно даже, с каким чувством вы сегодня, не сегодня, а войдёте в Мариинский театр теперь? Ну, вы знаете, конечно, с одной стороны это огромная ответственность, поскольку тебя там все знают, и ты приезжаешь с другой труппой, конечно, надо, чтобы всё было на высшем уровне. Но, собственно, это понимает и коллектив, и сам Юрий Александрович Смекалов, который с нетерпением, который очень активно помогал в организации этих гастролей. И, собственно, я надеюсь, что всё будет удачно. Да, ну то есть эксперименты, они заключаются в чём? Вот чтобы понять что-то новое, что приходит в балет. Это не вот просто чисто вот такая классика? Классика. Ну, как вам сказать, понимаете, так как я в Мариинском театре прошёл многое и танцевал и современную хореографию, и классику, но всё-таки я воспитан на классической основе. Восемь лет Академии русского балета, это всё-таки о чём-то говорит. Поэтому, не знаю, для меня ближе классика, конечно. То есть новое вы не совсем так вот с открытым разобралом воспринимаете? Нет, почему? Я не могу сказать. Если это интересно, если в этом есть сюжет, и есть тоже и декорации, и костюмы, и это не босиком, то почему нет? Абсолютно нормально ко всему отношусь. Просто надо понимать, что всё-таки Самарский академический театр, он направлен всё-таки, как мне кажется, на классическое развитие. И, собственно, новый художественный руководитель Евгений Дмитриевич Хохлов, который тоже недавно был назначен... Он уже свою позицию определил, да? Ну, по большому счёту, да. Конечно, мы не можем отрицать каких-то новых, современных вещей, как в опере, так и в балете. Но это должны быть высококлассные работы. Правда, но в плане профессионалов? Конечно, они должны быть высокохудожественными, поскольку, если это будет неинтересно, но оно пройдёт два раза, и зрительно это не будет ходить. И кто от этого выиграет? Никто. Вы исполняли кардебалетные, сольные и корифейные партии. Поясните, пожалуйста, корифейные – это что? Ну, это такое что-то вот между кардебалетом и ведущими солистами. Вот есть, не знаю, станцевать двое... Вот Бахчисарайский фонтан возьмём. Двойка юношей в первом акте, в польском акте. Вот это танцуют корифеи. Вот скорее так. Это у меня интересное название. Да, например, был такой у нас спектакль прекрасный «Манон» в Мариинском театре. Вот мы там были... У нас партия называлась «Клиент», у нас было шесть человек. Вот это тоже, как считалось, корифейными партиями. Вот... Ну, не секрет ни для кого, что это очень трудное, физически затратное, ну, даже морально и умственно затратное занятие балетом. Вообще, что Вы порекомендуете, вот работая сегодня с молодыми людьми, кому стоит идти в балет? Что нужно взвесить перед тем, как принимать такое решение? Ну, во-первых, Вы правильно сказали, что это не только физически, но это и умственный труд. Если человек, собственно говоря, с чем мы бились два года, когда элементарных вещей люди не могли воспринимать. Вот это сложно. Сейчас научились. Более-менее у нас в этом прогресс. Конечно, балет — это не только, как многие думают, там, ножкой дернул, и все хорошо. Нет. Это надо пропускать через себя. Это надо думать. Особенно те, кто сейчас в Бахчисрайском фонтане танцуют у нас сольные партии. Это действительно драматический спектакль, но с хореографическим текстом. Его надо пропустить через себя. У нас прекрасные будут составы. У нас Марию будет на премьере танцевать Ксения Овчинникова. Вацлав у нас молодой Игорь Кочуров. Зарема у нас прекрасная Анастасия Тетченко. Ну, роли Сережа Гагин. Я, кстати, от него даже не ожидал. В принципе, он танцовщик, скажем так, классической направленности, но здесь он раскрылся совершенно с другой стороны. И роли будет в его исполнении очень на высоком уровне. Это уже понятно, это видно. Потому что у Сережи очень хорошая школа пермская на самом деле. И опять же, потому что человек думающий. Человек думающий и понимающий, что он делает. Вот это для меня самое главное. Иногда бесполезно. Можно 20 раз репетировать, но если человек не понимает, чего ты от него хочешь, это очень сложно. А можно два раза. Но человек уже поймет, через себя пропустит. Вот так вот. Да, наверное, так. И вот он начинает мыслить и жить. И он не только... Вот он домой приходит, не знаю, там, картошку варит, но он все равно думает об этом. Вот это важно. Это важно. Я таким же был. Потому что когда работали над многими спектаклями, и, конечно, если без твоего участия, скажем так, ничего не получится. Вот репетиторы могут дать какую-то часть, но в основном это должен додумывать сам актер. Ну и вернемся к составам. 25-го у нас танцует, значит, у нас будет Мария, Марина Накодзима. Сережа Гагин переходит из Нурали в Адслава. Зарема у нас будет Екатерина Панченко, а Нурали у нас будет Парвиску Майдонов. Вот такие у нас составы. Да, и еще интересно, как восстанавливаются, отдыхают артисты балета. Что можно тоже порекомендовать? Вот не только в работе, а вот это тоже, наверное, отдыхать тоже правильно нужно. Отдыхать нужно правильно, да. С другой стороны, понятно, что здесь пока тоже таких особо условий нету. Все-таки нам надо еще это все внутри театра сделать. Должны быть хорошие восстановительные процедуры в том плане, что это массажи должны быть хорошие, профессиональные. Это должен быть спортзал обязательно. В принципе, он у нас есть, и вот я думаю, что в ближайшее время он будет открыт наконец-то. Все оборудование уже там есть. Ну, собственно, как еще? Полежать на диване, сделать массаж. Вот, собственно, вот это, по-моему, выспаться наконец-то. Вот это, наверное, самое главное, потому что, ну, других способов нет. Ну, понятно, есть еще баня, чтобы тело, так сказать, мышцы немножко расслабить. Да, вот, собственно, все восстановительные процедуры. Я думаю, это похоже, как и у спортсменов, то же самое, абсолютно. У нас похоже, скажем так, со спортсменами и в плане нагрузок. И самое... Но у спортсменов чуть проще. Им не надо вот следить именно за какой-то вот формой. Артистической составляющей. А у нас же еще вот это. То есть человек полностью выкладывается. Мало того, что он физически, не побоюсь этого слова, упахался, но он же еще эмоционально выкладывается. И иногда после спектакля люди просто пустые сидят и ни о чем не разговаривают. Ну, это сложно, сложно. Ну, если вернуться к фестивалю, у нас буквально две минутки остается. С кем вы сотрудничаете? А, вот еще даже обратил внимание на ваши... Да. Это, собственно, вот такая печатная продукция. Это, собственно, у нас в театре и делается. Под чутким руководством Светланы Петровны вот этот вот буклет. Вот можете, да, показать на камеру. Да, вот этот буклет сделан. Вот так вот. Вот этот буклет сделан. Прекрасный. Это все те, кто попадут к нам на фестиваль, вот смогут приобрести вот такие вот буклеты. Ну, и, собственно, вот программка такая вот к Башисарайскому фонтану. Великолепная. Естественно, и Юрий Петрович приложил свою руку к этому. Ну, в общем-то, художественное руководство обязательно в этом принимает участие. Как жаль, что вы сказали, что уже все билеты распроданы. Хотелось бы попасть на премьеру. Ну, вы знаете, Башисарайский фонтан будет идти, естественно, он делается не для того, чтобы пройти только на фестивале. И о нем забыли. Конечно, нет. Тем более, с такой красотой, какая будет. И еще раз повторю, это великолепные декорации, собственно, воссозданные по эскизам Валентины Ходосевич. И прекрасно, прекрасно все оформлено. Собственно, вся Санкт-Петербургская наша прекрасная команда здесь работает. И действительно, я думаю, это будет яркое, запоминающееся открытие, тем более, опять же, юбилейного, 25-го фестиваля классического балета. Ну что ж, будем ждать этого события. Действительно, надеемся, что оно будет ярким, запоминающимся. Удачи вам, всего самого хорошего. Спасибо. Во всех ваших ипостасиях. Спасибо. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова